Итак, сегодня по просьбе наших подписчиков опять я продолжаю тему разбора разных ниш и трендов 2022 года. Сейчас мы разберем винтажную нишу, то есть винтажные товары. Добрый день, всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBid. Наша компания помогает продавать ваши товары на международных маркетплейсах, принимает оплату, а также помогает доставлять их до двери покупателя. Если сейчас популярны, в принципе, такие приятные на ощупь, там, бархатные или вельветовые, или какие-то пушистые, мягенькие какие-то вещи, да, то они же будут также пользоваться спросом и среди винтажных товаров. Если расцветка сейчас у нас клетка, да, в этом сезоне, то и клетка, значит, вы находите какие-то винтажные товары в клетку, они тоже будут пользоваться популярностью. Кожа, да, прекрасно. Если это какой-то новый тренд более скромных, так сказать, закрытых платьев, вы находите их в винтажных товарах, да, это то, что будет тоже продаваться. Понимаете, то есть все то, что новое, да, и ширпотреб, который продается из Китая и так далее, люди ищут подобные вещи, которые винтажные, старые, ну и плюс возвращается, да, какая-то мода, там, конца 80-х, 90-х годов. Итак, давайте начнем наш обзор с женских украшений. Когда-то были популярны такие сережки из хрусталя. Это может быть чистое стекло или хрусталь, или имитация бриллианта, но обратите внимание, что когда мы смотрим, ну, как бы конкуренция тут на Crystal Clear Vintage Earrings, 16 тысяч, то есть, да, достаточно приличная конкуренция, но не прям такая очень большая, зашкаливающая. И если вы посмотрите, то товары продаются очень хорошо, да. То есть, здесь есть и бестселлеры, и в магазинах по, там, 4 тысячи продаж, да. Причем тут очень важно, что именно в тех магазинах, где вот такие вот, например, Clear Teardrop, да, как слезинки, или, ну, в общем, мы видим, что в магазинах, да, очень хорошие продажи. В принципе, я вот сейчас пошла там на следующую страницу, и все равно мы видим очень-очень хорошие продажи в магазинах. Да, я на пятой сейчас странице, и все равно мы видим прекрасные, да, у людей в магазинах продажи. Конечно, тут нужно немножко оптимизировать свои заголовки, вот, но, тем не менее, то есть, это вот такая первая ниша, которую мне хотелось вам показать. Среди винтажных вещей очень пользуются популярности вещи, которые люди, молодые люди использовали в детстве. То, что было модно в моем детстве, да, то мне хочется одеть сейчас. Вот сейчас молодежь или там люди, которые родились и выросли в начале, там, в конце 80-х, в начале 90-х годов, я не знаю, если вы помните, была такая мода на вот такого вот рода кольца из эпоксидной смолы. Ну, вот такие вот, например, Crystal Clear, да, то есть прозрачные они могут быть, они могут быть с каким-то наполнением, там, с цветочками, да, или вот с яичком Egg Yoke, да, желтое яичко такое. Причем среди них есть такие очень интересные, веселые, детские, вот такие, например. Они, в общем-то, очень недорогие, но на них отличные продажи. И, ну, если слушать экспертов, то спрос на эти вещи будет только расти. Причем, если вы действительно находите такие вещи, находите, которые имеют какой-то интерес, ну, то есть вот интересные, непростые. Или, вот, опять-таки, по теме минимализма, совершенно простые. То есть такие белые, прозрачные, например. Но не скучно. Не нужно, чтобы было скучно. Посмотрите, какие прекрасные во всех магазинах сейчас здесь продажи на эти товары. Вот тут интересно и с какими-то цветочками внутри. Кстати, могут быть кольца и еще могут быть такие браслеты, тоже пользуются популярностью. Окей, значит, эпоксидная смола. Давайте теперь перейдем на аксессуары. Домашние аксессуары. О чем говорит растущий спрос о том, что латунные лампы. Давайте посмотрим на них. Значит, что такое латунная лампа? Это вот такая вот золотистая лампа. Кстати, здесь очень многие делают еще такие лампы L1 в этой же тематике. И на самом деле в магазинах достаточно хорошие продажи. Конкуренция здесь 4000. То есть, в общем-то, намного лучше, чем у украшений. И цены намного выше. Ну, конечно, не везде. Вещи из меди, из латуни становятся все больше и больше популярны. И это могут быть вещи не только как аксессуары для дома. Это также из того, из чего люди пьют и готовят. Медь имеет однозначно преимущества и там какие-то хорошие свойства по сравнению с алюминием и нержавеющей сталью. Ну, давайте, например, посмотрим вот эти медные кастрюли. Ну, тут, кстати, смотрите, еще кофеварки. Вот как и выглядит эта медная утварь. Смотрите, popular now, bestseller, popular now, bestseller, ну и так далее. То есть, очень-очень они хорошо продаются. Вот. Как только эксперты выходят с каким-то новым мнением, что полезно и что хорошо, сразу же эти вещи переходят в моду. И, конечно, винтажная мода, она также следует за этим. Поэтому вообще, если вы занимаетесь винтажными товарами, неплохо, в принципе, следить за тем, что говорят эксперты, что, в принципе, входит в моду, да, общие тренды. Потому что, как я уже говорила, это все переходит на винтажные товары тоже. То есть, посмотрите, в магазинах, да, bestseller, ну, в общем, много очень хороших продаж. Это медные кастрюли, чашки, сковородки, да, а также кофеварки. Итак, следующая тематика – это стиль, который, ну, я не знаю, сейчас в наше время, я бы сказала, из всех винтажных стилей, наверное, в домах люди все больше и больше интересуются именно этим. Это называется Art Deco. И, к примеру, я вам покажу, как продаются принты в стиле Art Deco. Но на самом деле это могут быть не только принты. Если вы что-нибудь видите в стиле Art Deco, сережки, украшения, какие-то аксессуары для дома, все что угодно, то имейте в виду, это очень здорово. Ну, что такое Art Deco? Вот такое вот, это разные плакаты 20-х годов, да. Смотрите, 12 тысяч продаж в магазинах, полторы тысячи. Кстати, очень много советских плакатов, да, они тоже сделаны в этом стиле Art Deco, они тоже очень хорошо продаются. Просто, ну, вы сами видите, 2700 тут звездочек в магазине, это не продаж, это только звездочки. Или вот такая вот типичная картинка 20-х годов, да, 1300 звездочек. То есть понятно, что в этом магазине намного больше продаж. 11 663, то есть очень-очень хорошие. И, ну, вы понимаете, да, о каком стиле идет речь. Это разные геометрические фигуры, да, такие ровные, прямые. Ну, вот, наверное, вот такая вот картинка. Это просто вот полное такое олицетворение, черное с золотом, как я уже говорила, и черное, и золото. Это все в нашем сейчас тренде, поэтому эта тема, она просто очень так классно сюда подходит. Ну, как бы здесь можно продолжать делать поиск, просто я не буду, но можно сделать Art Deco, например, Earrings, да. И вы увидите, что также вот сережки вот в этом стиле 20-х годов, они тоже очень классно продаются. Popular Now, Popular Now, Best Seller. Как я уже говорила, раз у нас, в принципе, в моде бархат, значит, это будет переходить и на платье. Я сделала поиск Vintage Velvet Dress, значит, винтажное бархатное платье. Давайте обратим внимание, что самые хорошие продажи тут именно в тех магазинах, которые продают довольно-таки такие закрытые платья. Вот, 794 тут продажи, 485, да, то есть мы видим просто, ну, вот, 1660, просто если сравнивать стиль различных платьев, да, и то, что продается, то мы видим, что самые лучшие продажи, хорошие, да. Это в более скромных платьях, ну, я здесь просто взяла бархат, да, для примера. Кстати говоря, о старинных вещах, давайте посмотрим еще корсеты. Это не совсем скромные платья, ну, кстати, они бывают совершенно разные, еще есть такая мода одевать корсет наверх платья. Смотрите, я решила сузить эту нишу и написала Retro Corset Dress, да, то есть добавила слово Retro, ну, Retro это винтажный, то же самое. И посмотрите, тут на самом деле мне всего выпало 1100 результатов поиска, то есть не очень высокая конкуренция, и в магазинах достаточно много продаж. Давайте посмотрим на такую широкую и очень популярную тему, это винтажные кожаные ремни для мужчин. Ну что, 32 тысячи поисковых результатов, это, конечно, очень много, но посмотрите, какие шикарные, отличные продажи в магазинах. То есть тут очень много и бестселлеров, и очень хороших продаж. Кстати, если мы можем, в принципе, даже сузить нишу немножко и показать даже, где продается еще лучше, это добавить слово Distressed. То есть это такое состаренные ремни. Поисковый запрос у нас сразу уменьшился до прямо с 30 тысяч 932 результата, а сами магазины тут прекрасно себя чувствуют. То есть во всех у них, те, которые делают Distressed, состаренные ремни, у них намного лучше спроса. Ну вот, смотрите, у нас тут первая страница, на самом деле, давайте посмотрим шестую страницу. И на шестой странице тут тоже очень хорошие продажи в магазинах. Так что, если вы где-то видите состаренный, старый, мужской, кстати, и женский тоже ремень, то тоже прекрасный тренд на 22-й год. Когда мы говорим о вещах состаренных, простых, деревенских, да, то давайте обратим внимание на вот такую вот Rustic Vintage Wooden Ball. Это деревенская, деревянная миска, которая сделана в очень простом, неотёсанном стиле. Я не знаю, если бы я могла бы сказать вам одно слово, да, это слово неотёсанное. Результат поиска почти 4000 результатов. То есть это не очень большая конкуренция. Обратите внимание, что продаётся лучше. То есть это не просто винтажные деревянные миски, а это именно Rustic, деревенские, простые. Смотрите, вот Best Seller, очень такая, я бы сказала, Basic, да, простая, деревянная, деревенская, плохо обработанная. Или вот такая вот, например, миска, в которую можно положить фрукты. Очень часто, кстати, эти миски используют либо для салата, либо для фруктов. Иногда, чтобы положить хлеб или что-то ещё. Ну, вот посмотрите, что пользуется популярностью и будет пользоваться. 762 звёздочки. Ну, как вы видите, здесь очень хорошие продажи. Кстати, в этом же стиле, неотёсанном, деревянном, классно продаются и вывески, и столы. И вообще вот вся вот эта тема ближе к корням, к деревне. Кстати, что касается этих мисок, я просто выбрала миски. Но на самом деле это могут быть и чашки, и столы, и аксессуары, и ваза для цветов, да, и вот такой вот кабинет, шкафчик небольшой. Это всё вот в этом стиле. Смотрите, сколько бестселлеров и popular now. Теперь я хочу поговорить о такой винтажной вещи, которую вы, наверное, думали, что это уже совсем не популярно. А я вам скажу, что очень популярно. Это матрёшка. Куклы-матрёшки входят в моду. Дети их просто обожают. Почему-то вот, когда человека спрашивают, вот что тебе привезти из России там, они всегда говорят матрёшку. Матрёшка-матрёшка. Значит, причём смотрите, сейчас в наше время эти матрёшки, их делают не только, ну, как бы вот такими куклами, девочки-матрёшки, да, а разрисовывают разные темы. Вот, например, тематика рождественская или какие-то разные современные зверюшки. То есть всё это приобрело какую-то определённую новую форму. Вот покемоны, да, бестселлер просто. Вот, ну, вы понимаете, да, что на этих матрёшках можно разукрашивать всё, что угодно. Вот кошечки у нас, вот панды. Представляете вообще, какая идея? Ну, это может быть не винтажные вещи, конечно, это больше хендмейд, это нужно было светить в нише хендмейда. Но если вы делаете товары своими руками, просто предлагаю вам вот посмотреть на такую очень-очень интересную нишу. Вот, ну и винтажные матрёшки. Вот такая вот, например, матрёшка, это чистый винтаж, тоже прекрасно продаётся. Посмотрите, какие продажи вообще шикарные в магазинах. И одни сплошные бестселлеры. Бестселлер, вот такая вот странная матрёшка, двухцветная, да, персонализированные, скажем, матрёшки. Да, вы можете нарисовать матрёшку папа, мама и я, дружная семья. Во! Ёлка-матрёшка! Короче говоря, идей здесь очень много. Стильная матрёшка сейчас в наше время, такой минимализм, да, цвет чёрно-белый-красный. Отлично, две тысячи звёздочек в магазине. Например, бестселлер это треугольники, то есть такой колорблок. Это, кстати, тоже очень популярно. Если вы увидите какие-то винтажные вещи такими острыми формами, там, в стиле кубизма такого, знаете, большие блоки цветов, то эти вещи тоже будут пользоваться спросом. Дети в наше время также любят сами разукрашивать и делать свои матрёшки. Не забывайте об этом, что вы можете продавать, например, наборы. Вот в данном случае они продают набор только матрёшек. Ну, как было бы классно для девочки, там, или для кого-то, да, кто интересуется этим, купить не просто вот эти вот, ну, матрёшки, да, голые и необработанные, а купить вместе с этим и краски, там, акрил, да, и рисунок, возможно, и варианты, как, ну, дать какие-то идеи, как можно эти матрёшки разукрасить, технику какую-то, инструкцию к этому. Давайте возьмём unpainted матрёшка. Смотрите, результат этого всего 535, результат, да, и посмотрите, какие в каждом магазине продажи. Смотрите, там, где написано, что это 1200 звёздочек, это 7200 продаж в этом магазине. Простые blank nesting dolls, и они могут быть unpainted, unfinished, blank, да, это вот ваши ключевые слова для этих таких матрёшек, как я уже сказала, если вы добавите, вот, ну, какую-то ценность для покупателя, что, кстати, во многих этого люди не делают почему-то, а продавать именно набор вместе с красками и с инструкциями, то вы увеличите ценность, и вы будете продавать ещё лучше, выйдите на первой странице поиска здесь. Когда речь идёт о винтажных вещах, кстати, люди любят очень покупать лоты, то есть то, что несколько вещей собраны вместе, там, бижутерия собранная вместе, бутылочки собранные вместе, книжки какие-то старые собранные вместе, то есть покупать наборы вещей, да, вот я сейчас хочу вам проиллюстрировать просто несколько вот таких вот популярнейших, да, наборов винтажных вещей. Books by color. То есть у вас, например, очень много винтажных книг. В наше время люди покупают книги для декора. Бестселлер, 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 popular now, popular now. То есть вы понимаете, вы собираете у вас очень много книг, и вы их подбираете по цветам. Вот только бежевые, вот только голубые, синие там и так далее. Вот это просто замечательная, популярнейшая ниша. Я бы сказала, даже бежевые цвета или белые сейчас больше, если вас интересует, какого цвета, да, подбирать эти винтажные книжки. Ну, это просто как пример таких наборов винтажных вещей, да. Или бутылочки, да. Например, вот видите, винтажные бутылочки просто. Vintage bottles. У нас еще были такого бутылочного цвета, да, зеленые, давайте посмотрим просто. Опять-таки, это лучше продается наборами. Этси пик. Прекрасные, чудесные продажи в магазинах этих зеленых банок и бутылок. Аптекарские бутылки, бутылочки для специй, бутылочки для духов, бутылочки, да, для чего угодно. С пробками, кстати, тоже это лучше, если бутылка с пробкой. Старинные пуговицы, да, застежки, это все продается в наборах. Так что тоже вам очень рекомендую. Итак, наш ролик подходит к концу. Я надеюсь, что эта информация была полезна, интересна для вас. Пожалуйста, если вы еще не подписались, и вам нравится такой контент на нашем канале, пожалуйста, подписывайтесь, и вы будете получать нотификации о новых роликах. А также, пожалуйста, напишите внизу, если у вас есть еще какие-то темы ручной работы или каких-то других товаров, изделий, да, что будет пользоваться спросом или какие-то другие темы, которые вас интересуют в роликах, которые вы хотели, чтобы я снимала в 2022 году. Пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Большое спасибо за внимание. Всем пока!